В Одинцово, по мнению местной творческой интеллигенции, есть один серьезный вопрос, который постоянно волнует их и на протяжении уже многих лет никак не разрешается. Отсутствие полноценной художественной галереи. Поэтому, когда десяти высококлассным живописцам предложили выставить свои авторские работы посреди торгового центра, они, не задумываясь, согласились. По задумке организаторов, выставка должна привлечь внимание к высокому искусству не только посетителей центра, но и общественности. Поддержку в подготовке экспозиции оказали заместитель руководителя администрации Виталий Савилов и Любовь Гончарова, представитель комитета по делам молодежи, культуре и спорту Одинцовского района. Я просто хочу даже поздравить Одинцовских жителей, что наконец-то есть возможность познакомиться со своими художниками, которые дарят себя. Я всегда говорю, что художники это как Дон Кихот и как Данка. Художники-профессионалы, они создают гармонию, ту, которая просто необходима человеку. Он даже на подсознательном уровне все это впитывает в себя и гармонизирует весь свой внутренний мир, свою душу, свою духовность, свою физиологию даже. Это очень серьезно, и поэтому Одинцовские жители были лишены возможности гармонизировать себя сообразно гармонии мира. Десять мастеров кисти и красок – Татьяна Васильева, Екатерина Лисица, Наталья Евсеева, Екатерина Михаил и Дмитрий Ушановы, Петр Чеканцев, Яна Плющева и Геннадий Дубровин. Они неоднократно экспонировали свои работы в галереях и выставочных залах России и мира. Глядя на картины, можно услышать мелодию души каждого художника. В музыке все гораздо проще, чем в живописи. Легче различить фальшивую ноту, чем прочитать картину и увидеть главную идею художника. Разглядеть перспективу, иллюзию трехмерности и проследить заданную очередность главных и второстепенных деталей общей композиции. Я много увидела картин новых красивых. Они мне очень понравились. А здесь мне понравилось, как художники нарисовали всякие яблочки. Художник Геннадий Дубровин в своих картинах частично пользуется разработками знаменитой немецкой школы Баухаус. Главная идея которой заключается в простоте и естественности. А среди наук опирается на семиотику. С помощью нее в картине «Большая вода» он изобразил сотворение мира по древнему чувашскому преданию. Существуют древние разработки, народные предания, есть определенные знаки, символы и они о многом говорят. Они даже энергетически сильно действуют. Вот в последнее время я начинаю их применять. На первом этаже посетители торгового центра могут заострить свое внимание на работах выдающегося художника Ивана Хохлова, которого, к большому сожалению, с нами уже нет. Серия его картин называется «Сотворение миров. Древо жизни». Он очень глубоким был человеком, философом. И вы понимаете, он гораздо глубже смотрел на жизнь, на человека, на все буквально. И он, вот создавая эту серию, шел вот изнутри. И поэтому серия, она настолько привлекательна и любима читателями, зрителями я имею в виду, да и читателями, которые прочитывают вот эти живописные полосна. Символичное название выставки «Возвращение» говорит о том, что художники после поисков и путешествий вернулись на родную землю, чтобы продолжать свою благородную миссию – делать этот мир еще прекраснее. Екатерина Старосветская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова